всем привет вы на канале industrial tools сегодня у нас будет видео на что обратить внимание при ремонте сабельной пилы makita gr3060t это будет как бы небольшая видео точнее большая видео инструкция как самостоятельно в домашних условиях отремонтировать такую пилу чтобы посмотрел данного видео буквально каждый у кого есть руки смог самостоятельно дома и отремонтировать данные пилы на сегодняшний день makita уже не производит но они еще продаются кое-где и запчасти на них также еще продаются но не все некоторые запчастей на сегодня но очень мало там позиций достать сложно сразу предупреждаю видео будет длинная возможно нудная поэтому она пригодится только конкретно для тех у кого сломалась данная пила ну и давайте сразу приступим к клиент когда ее принес сказал что она у них то ли в снегу там долго валялась или упала короче она перестала включаться я вот в розетку сейчас ее воткнул нажимаем ничего не происходит поэтому отключаем питание и пока мы не будем смотреть момент по электрике просто сразу расскажу на что обратить внимание визуально изначально ну первый момент это башмак как держится вот здесь он у нас закреплен и конкретно вот в этой пиле видите здесь уже отверстия не проковыряли точнее это даже не отверстие от дырка в кожухи почему она здесь про делана она проделана здесь потому что очень часто откручивается вот этот болт почему он откручивается дело в том что когда данной пилой пилят ноги не соблюдают инструкцию по применению данной пиле тут еще похожий патрон сломан так показываю ну на каком-нибудь примере образно пилить всегда нужно уперев башмак в деталь которую вы хотите распилить то есть вот так уперли и только после этого начинаете пилить многие почти все так не делают и начинают пилить вот так и как только полотно приближается к распиливаемой заготовки она резко сюда врезается и останавливается и начинается уже шевелиться пила ну я сейчас не покажу потому что пила не рабочая и происходит резкий удар башмаком об заготовку один-два удара еще ничего но постоянные такие удары приводят к тому что разбивается вот эта часть разбивается резьба которую вкручен болт либо просто болт ослабляется и со временем это отверстие совсем разбивается резьба там изнашивается единственный выход первый это рассверлить восьмерочкой и закрутить другим болтом на 8 или вот не помню этот по моему на 6 следующая на 8 либо на 10 но неважно короче на размер больше делаем болт и какое-то время это еще ходит далее уже там рассверливать у вас не получится и придется менять весь нижний корпус пилы а он стоит достаточно дорого поэтому смотрим как держится башмак башмак здесь держится нормально можно переставлять то есть эта часть в принципе нормально смотрим состояние башмака но вот это вот в принципе ничего страшного почему тоже так происходит вот распилены бокал башмака потому что пилят под углом вот таким образом загибая пилку и получается что получается что упирается упирается в бока по хорошему по хорошему так делать нельзя потому что и в журнале по гарантийным случаям макита указано что если вот таким образом поврежден башмак то это не гарантийный случай но опять же в гарантию можно сдать и без башмака сказать что он потерялся но скорее всего тут вам тоже откажут здесь я уже не знаю как поступит компания но просто я константирую факт что есть такая инструкция обычно я никогда на это внимание не обращал да и по гарантии такие пилы редко к вам попадут что может случиться с этой пилой по гарантии это сгорит двигатель либо сгорит выключатель это вам без проблем поменяет по гарантии за всю историю ремонтов таких пил я ни разу не видел чтобы в первые там год или три года гарантийных сгорал ротор или сгорал статор или сгорал выключатель контроллер обычно в первые полгода у вас произойдет износ подшипников скольжения это естественный износ естественно это не гарантийный случай поэтому если вы будете покупать сабельные пилы и там надеяться на какую-то гарантию сразу можете мне кажется за нее забыть у вас просто она не сгорит никак они настолько надежные у вас просто произойдет самоизнос пилы а это ну вы сами понимаете никак гарантии быть не может то есть вы просто отработаете ее ресурс какая-то гарантия это не естественно не гарантия это логично предположить это нужно понимать многие не понимают этого начинают предъявлять какие-то претензии к компаниям неважно к макетине к макетик вообще к любым вы поймите гарантия это когда по причине брака заводского первый год эксплуатации вашего инструмента сгорает какая-то запчасть электроника там или выключатель или ротор сгорает когда происходит износ именно деталей механическое повреждение просто там отломилась откололась это никак не будет гарантии никогда не в у какого производителя так смотрим дальше патрон видите патрон у нас должен быть ну у него он должен вот в этом положении фиксироваться и потом автоматически когда мы вставляем пилку он должен защелкиваться в этом случае у нас этого не происходит поэтому есть какая-то проблемка с патроном давайте это посмотрим смотрим состояние кожуха видите он весь пары паный покоцанный поэтому пыльник этот обычно идет всегда под замену снимается он просто сняли пыльник далее разбираем патрон снимаем вот здесь пружину чтобы он виднее было поддеваем и вот таким образом по кругу снимаем по состоянию пружина нормальная кстати можете обратить внимание у меня такая она жесткая это означает что у данной пилы был уже ремонт и эту пружину меняли изначально на новых таких пилах когда вы ее купите с нуля будет стоять пружина из мягкого материала она будет намного тоньше но на качество и работоспособность это как бы никак не влияет просто в запчастях вы ту тонкую уже никак не купите купите только эту они сделали как бы замену но почему-то именно на новых видимо очень много их наделано стоит тонкая пружина далее снимаем вот эту часть и снизу у нас выпадает фиксатор здесь смотрим состояние маленькой пружинки оставляем ее если у вас она какая-нибудь там покоцанная помятая погнутая можно поменять смотрим вот эту часть ну в принципе здесь она нормальная как она работает она как раз вот вот этой частью в эту дырочку и придерживает само полотно кажется удивительным что вот на этой маленькой штучке держится все полотно но именно так оно и работает обычно эта часть всегда целая ее редко меняют в данном момент смотрим тоже все в порядке теперь снимаем еще один как назвать не знаю кожух не кожух чтобы его снять нужно вот здесь такой есть пин втулочка чтобы ее вытащить нужно сюда вот иголочкой нажать и видите вот он выскочил можно взять пассатижу и достать втулочка это тоже обычно целая просто ее не теряйте далее идет вот вот эта деталь я сейчас не буду называть их как они правильно называются потому что по памяти я не помню смотреть сейчас заглядывать по каждой детали схему мне если честно не хочется какой здесь происходит износ так как пилка вставляется вот таким образом и когда вы пилите вы естественно пилой давите вниз и вот здесь изнашивается аж прорезается вот эта часть в принципе в принципе можно как бы и оставить но это тоже влияет на этот самый люфт пилки если вот мы посмотрим вот в этом положении есть небольшой да люфтик а поставим в эту прорезь то он здесь просто огромный поэтому ее лучше поменять далее тянем сразу все остальное по очереди пластиковые детали их тут всего две я обычно меняю потому что если здесь уже начало небольшое стирание хоть она вот сейчас и целая но на как бы следующий сезон после профилактики ее может и не хватить теперь здесь вот этот втулка ее тоже выдавливаем сюда но при этом необходимо придерживать пальцем потому что когда вы вытащите вот эту втулочку сюда стрельнет пружинка поэтому придерживаем пальцем втулка обычно тоже всегда целая и теперь тянем все это дело кстати здесь что-то выпало кусочек видимо пилки смотрим эту запчасть видите она покоцанная эту пластиковую часть я тоже всегда меняю вот эту детальку можно оставить здесь износа почти нет хотя по сути детали патрона пружина которая как раз выталкивает можно и оставить но лучше заменить потому что она должна прям выталкивать полотно и вот эта пружинка у нас видите ее уже повело она ослабленная поэтому эту пружину мы тоже под замену сразу отложу запчасти которые буду менять далее обращаю внимание на ход ну это можно и сразу было посмотреть видите как гуляет ползун причем причем он и влево вправо и вверх вниз это значит что подшипники скольжения там просто наглухо раздолбаны причем скорее всего уже через чур сильно то есть там может быть разбито не только подшипники но еще другие детали до такого состояния пилу лучше не доводить лучше когда только немножко нас заметили этот люфт сразу менять подшипники скольжения этим самым вы просто там поменяете два подшипника и смазку ну может даже смазку старую оставить и просто замените эти два подшипника они не так дорого стоят если будете самостоятельно делать у вас ремонт будет копеечным но если вы его допустите его до такого состояния то здесь уже все идет попадос на денежку теперь разберем вот эту часть чтобы нам было проще ну это не обязательно делать я обычно всегда разбираю чтобы вытащить эту часть сюда просто нужно произвести удар молотком через какую нибудь проставочку можно даже взять тот же самый вот вот этот втулку легонечко ударили все и эту часть можно достать здесь на что обращаем внимание эта часть тоже бывает изнашивается и начинает потом выпадать и так же вот на этой детали отваливается вот эта пластиковая часть в данный момент она целая все нормально и следующий износ который происходит это вот в этих местах обычно в этих покажу обо что теперь откручиваем торксом отверткой торкс винт вот как видите они уже здесь и наматывали что-то изоленту или как у сантехников подмотку но обычно этот винт я всегда меняю потому что у него резьба изнашивается и плюс на новых винтах у макиты сразу нанесен как это назвать фиксатор резьбы здесь я не знаю вот видите вот они напихали ладно достаем направляющую ползуна и вот показываю направляющая ползуна обычно ну редко бывает когда вот здесь уже изнашивается но обычно она целая и вот здесь когда она стирается вот здесь ходит нет подождите не прав немножко она ходит вот поет ползун и вот в этих местах и стирается но в данный момент запчасть в идеале направляющая ползуна тоже в идеале это как раз вот по ней ползун ходит а вот пружина вот здесь еще стоит видите пружинка она сломана вот ее части видите она пополам разбита плюс еще здесь еще одна пружина ну это можно лучше конечно разбирать когда снимите кожух тогда будет все виднее вот есть такая пружина на удивление она целая хотя обычно у этой пружины вот эти вот части на одной стороне отломаны почему-то всегда на одной стороне вот эту пружину под замену теперь нам необходимо снять резиновый кожух да перед этим можно еще обратить внимание вот на этот переключатель смотрим чтобы он во всех положениях нормально фиксировался очень часто изнашиваются вот эти направляющие и ответная часть которая вот в красной пластиния упирается в них чтобы снять кожух если у вас новая пила чтобы не повредить его желательно взять какую-нибудь либо вольеру либо в дешку какую-нибудь такую смазку жидкую короче и с помощью отвертки образно говоря оттопырить вставить туда трубочку и пролить вокруг смазочкой спереди можно это сделать как спереди так и сзади и тогда ваш ваш кожух легко снимется также можно его снять не знаю как образом сказать как носок вот так наизнанку вывернув но когда будете так снимать будьте очень аккуратны потому что он может порваться ну в данном случае он у нас и так порванный поэтому он видите и легко снимается единственное вот в этом месте будет наверное потяжелее и и и и и для удобства можно ногами поставить на пол вот сюда двумя ногами упереться и тянуть за это место что я сейчас и сделаю все кожу сняли него можно будет помыть изнутри и потом обратно вывернуть смотрим дальше часто из-за того что тоже самый башмак упирается вот в в эти части плюс ползун они короче разбивают здесь от этих же самых ударов они разбивают вот эти места и здесь образовываются отверстия данный момент по моему отверстий нет единственное что разбито очень сильно отверстие но резьба в принципе еще нормально короче эта часть в принципе еще походит обращаем внимание вот на эту часть тоже бывает происходит трещина и отваливается вот эта часть и тогда уже вас башмак никак держаться не будет если здесь у вас это ухо отломано меняем уже верхний корпус потому что эта часть относится к верхнему корпусу части корпуса ну добрались можно сказать до корпуса редуктора и сейчас давайте как раз обратимся и посмотрим почему она не включается будем разбираться с электрикой берем плоскую отвертку отвертку нужно взять чтобы ее ширина была соответствует ее ширина соответствовала вот этому расстоянию на колпачке щетка держателя если не поступить этому правилу то вот такое будет почему это происходит потому что на местах обычно работяги чем попадя под руку либо маленькой отверткой начинают крутить и тем самым разбивают колпачки эти два колпачка хоть они и рабочие вот видите обычной большой отверткой они работают но по-хорошему их лучше поменять я еще не знаю как я поступлю смотрим щетки щетки изношены но еще работать должны то есть проблема скорее всего не в щетках второй момент на что нужно обратить внимание видите на щетка держателях есть такие ушки щетка держатель в данном случае нужно почистить спиртом и ватной палочкой короче эти ушки бывают отламываются почему они отламываются тогда вы вставляете щетку и опускаете вот эту часть и начинаете закручивать колпачок часто внизу начинает та часть металлической щетки начинает прокручиваться и когда вы через чур сильно затягиваете щетка держатель со временем эти ушки вас отваливаются и что происходит давайте я на второй щетки сейчас покажу когда отваливаются те самые ушки остальная часть щетка держателя проваливается внутрь и всей своей металлической частью дотрагивается до ламелей ротора то есть весь вот этот бункер он держится за счет этих ушей уши отпадают бункер падает вниз дотрагивается до ламелей и возгорает двигатель тоже внимательно за этим следим щеточки здесь под замену да кстати можно было пошевелить за ползун и тем самым посмотреть состояние ламелек не разбирая в принципе там все нормально поэтому мы идем разбирать сейчас назад ставим щетки ну чтобы потом если мы найдем причину включить и проверить да видите если у вас не идет по резьбе начинает операция просто назад покрутите вот не крутим назад она должна встать на свое место обстала нет нифига попал закрутили на всякий случай заранее сразу таких мы видим что здесь вилка у нас не оригинальная к самостоятельно установлена ну редко такое бывает но бывает что да и как сказать редко нередко что господа совсем не электрики и и такое тут вытворяют вилках поэтому лучше конечно же заглянуть это мазута непонятно ну здесь вроде бы нормально все поэтому соберем пока обратно он очень хороший не может быть это - - - . - закрутили и теперь откручиваем ручку для того чтобы долезть до кабелей проводов выключателя естественно тут состояние печально ну во первых здесь отверстия для вентиляции чаще продувать надо плюс появились дополнительные отверстия вот это от того что стерлась резинка ну здесь уже были ремонты какие-то здесь видите изоленты намотана но причина скорее всего как мне кажется будет выключать или судя по вот этому колпачку здесь и контроллер уже менялся поэтому здесь как бы усилиями изолентой есть небольшая проблема этих пил очень тонкий контрольный провод идет вот этот на выключатель здесь идут три проводка и они имеют свойства почему-то всегда норовят оборваться либо стереться от вибрации но это происходит не сразу скажу вам это после очень долгой эксплуатации пилы давайте прозвоним нам нужна любая контроль к меня в данном случае такая контакт ну как бы на короткое замыкание прозванивает и хорошо давайте сейчас звякнем провода берем вилку и подставляем синий есть красный есть кабель цел и далее прозвоним один контакт вот этот можно не прозвонить потому что этот контакт это есть просто перемычка то есть можно использовать выключатель без вот этой части если вы такой найдете конечно с этой хренью подставляем и выключатель тоже цел ну скорее всего здесь фиг узнает надо смотреть далее давайте теперь наверное вскроем вытащим ротор и посмотрим либо либо сейчас извлечем вот это дело и попробуем пошевелить здесь просто достаточно чтобы один контакт был оторван вот этого тонкого провода и она не запустится я так понимаю это сделано чисто для плавного вот этого пуска так включил розетку пробуем либо щетки были надо будет сейчас проверять ну я думаю скорее всего просто кончились щетки просто контакт там потерялся мимо и вытащили прочистили немного ну как прочистили образом скатываем и она заработала ну тогда все это дело оставляем видите здесь еще подложили картон очки сюда потому что на сегодня уже корпус корпус настолько сильно разбит что контроллер посадочном месте просто болтается чтобы он не болтался сюда были подложены ну типа типа картон очки тоже наверно что-нибудь подложим либо закажем вот эти ручки и поменяем потому что это уже трындец все отключаем питание чтобы это все почистить помыть отключим и открутим ну в обычных мастерских я думаю так делать никто не будет я просто обычно у себя дома для клиента все тщательно вымываю ну и плюс здесь посмотреть убедиться кстати если обратили внимание здесь есть еще один провод который куда-то шел скорее всего здесь был есть у этих пил две схемы и так так сказать простейшая кстати вот еще может быть поврежден проводок надо его пошевелить есть простейшая схема это вот это и есть еще схема где очень много там два или три конденсатора добавлено как раз на конденсатор был вывод ну давайте-ка еще все ставим с проводами все нормально все откладываем теперь разбираем механику ну и продолжаем разбирать электрику картон очки выбросим со стола немножко надо убрать так как для того чтобы открутить статор один винт здесь неудобно откручивать вот из-за этой части поэтому лучше снять верхнюю часть редуктора обращаем внимание на резьбу тоже бывает изнашивается если очень много у пилы ремонтов у данной пилы я вам сразу скажу ремонтов было много вот видите винтики недорогие не бойтесь их менять смотрим что внутри пока это все откладываем обращать на всякие эти штуки будем внимание позже далее откручиваем статор но перед тем как будем откручивать статор естественно давайте сейчас я соберу шнур чтобы он не мешал достаем щетки достаем щетки и далее откручиваем 4 самореза больших извлекаем смотрим состояние ротора есть какие-то непонятные следы но это все ерунда подшипник подшипники желательно заменить пока отложим и заглянем сюда внутрь здесь как всегда мусора хрен знает сколько здесь мы продуем почистим можно даже чтобы это было легче чуть-чуть под вытащить сам статор для этого скидываем со щетка держателей пружины откручиваем винты кстати еще можно проверить как держится катушки статора ну на этих пилах я такого не замечала вот на 3050 бывает изнашиваются от вибрации потому что на тех пилах нет режима АВТ на этой принципе тоже нет но какой-никакой он все-таки здесь присутствует за счет этого колеса а на 3050 его вообще там нет ее колбасит сильнее и получается что там износ происходит сильнее и можно таким образом извлечь сюда статор за счет того что мы его достанем легче сюда вытащить всякий мусор сильно не переусердствуйте чтобы не оборвать провода но этого будет достаточно видите вот мусор все можно будет все почистить спокойно ну и так же убедиться в состоянии всего остального ладно сделаем это позже откладываю теперь идем дальше здесь уже смазки работа первое на что нужно обратить внимание это состояние игольчатого подшипника это его обойма и подшипник нужно посмотреть чтобы не выпадали отсюда ну видите он сухой хоть смазка и есть а вот эта часть сухая плюс уже от трения начался износ здесь аж проточило от обоймы так здесь у нас пока нормально все что чтобы помыть от смазки все желательно конечно это все разобрать как это сделать ну и плюс чтобы снять ротор ротор держится на трех винтах вот раз два и третий обычно вот этот третий винт таким нибудь простеньким стандартным шестигранником не разобрать потому что он сюда не влезет здесь сделали очень близкое расстояние при этом чтобы его достать нужно снимать это колесо а чтобы его снять нужно открутить нижнюю крышку здесь уже у нас чуть-чуть другая смазка залита я уже сюда буду использовать смазочку подороже вот такую она рекомендуется как раз для шариковые, игольчатые, роликовые подшипники, карданные валы шаровые опоры, ролики ГРМ но эту смазку рекомендует именно для узлов трения я на этой смазке сделал две пилы посмотрим сколько они походят а здесь получается это по-моему ВМП авт или не ВМП а это металлплаг металлплаг ЕП единичка и по-моему двойка красная но если честно как они работают именно в саленобильных пилах мне не нравится ее мы клали когда я работал в сервисе Макитовском мое мнение это не смазка хрень но это опять же лично мое мнение теперь чтобы открутить эту часть нужно зафиксировать в тисках это колесо и вот здесь шестигранником откручиваем у меня тиски так сказать импровизированные пока не закреплены в верстаке потому что как бы это у меня не конечное помещение в которой будет мастерская поэтому пока временное такое решение но неважно короче смотрите закрепили еще просто откручу покажу вам вот за эту часть вот так вот фиксируем на пиле 3070 смотрим там можно зацепить направляющую здесь можно поставить до конца упор и все за колесом мы закрепили сразу предупрежу очень часто когда пилу закусывала были сильные удары очень настолько сильно закручивается эта гайка или болт я не знаю как это назвать ну короче эти части настолько сильно затягиваются что их просто нереально открутить поэтому шестигранные ключи сюда не пойдут они дают слишком так сказать гибкость короче когда вы начинаете откручивать его гнет и сила маленькая не знаю может быть какой-то мощный гайковерт пойдет из наборов разных китайских даже не пытайтесь это все пластилин сворачивает как делать иногда легко откручивается но бывают моменты когда очень сильно я вот когда все свои из наборов позагибал и поломал свистегранники пошел и купил вот таких себе два от компании кингтони шестерочки покороче и подлиннее на всякий случай взял вот эти штучки открутили но проставки для них использую головку на 10 уже от тех наборов пластилиновых еще один момент также в данный момент как вы видите вот это кольцо это есть как сказать ферадо колодка как в автомобиле она защищает шестерни ротора и саму вот эту большую шестерню от того чтобы выломались зубы когда у нас резко заклинит полотно то есть чтобы не сломались зубья на шестернях такая вот защита стоит со временем она тоже ослабляется как ее проверить то есть видите вот если я за ротор кручу крутится весь корпус та часть у нас закрыты вот мы до упора довели и начинаем прокручивать ротор и видим шестерня крутится ну и визуально нужно не визуально как ну рукой надо понимать что если какое-то усилие есть конечно желательно динаметрический ключ иметь и понимать но это все муторно ты просто уже на опыте визуально рукой понимаешь что в принципе сейчас нормально и колодка работает как положено либо на новой пиле когда у вас будет проверьте это изначально разберите и после вы уже будете понимать как должно быть конкретно какие-то сколько ньютон не помню в схеме по моему написано по ремонту но опять же я не помню написано эту гайку затягивать или вот эту но я думаю вы поняли что я имею ввиду если прям легко крутится вы начинаете крутить так двумя пальцами и кольцо прокручивается естественно тормоза не работают нужно затянуть гаечку будет либо поменять полностью эту часть потому что она продается только в сборе отдельно все эти штучки не продаются если у вас сама колодочка сотрется но я ни разу не видел чтобы колодка стиралась ну и ладно пробуем как говорится откручивать видите прокручивается я думаю что закручена здесь они вот видите сорвалось легко можно сказать повезло и откручиваем до конца открутили открутили и откручиваем эту часть снимаем с тисков здесь здесь также можно открутить эту гайку и разобрать эту часть но я этого делать не буду также так хотел сказать что вот эту часть не буду разбирать как бы смысла нет но раз уж начал снимать видео про рекомендации по ремонту давайте уже идти до конца короче есть такой момент если мы посмотрим то вот эта часть с кольцом с этим они соединены и зафиксированы болтом но даже когда это все офигенно закручена при том же заклинивание пилки при резком ударе может произойти смещение и вот эта часть она может повернуться так как она закреплена видите где криво шип и она может повернуться но я вам сейчас это покажу и когда она поворачивается образно мы вот сюда и вставляем и когда мы крутим если мы будем смотреть вот это само колесо начнет крутиться не посередине а гулять туда-сюда иногда этот люфт бывает настолько сильный что начинает этим кольцом разбивать стенки вот здесь на это при разборе тоже естественно всегда нужно обращать внимание давайте попробуем разобрать не знаю насколько сильно тут закручено попробую сейчас винтовертом открыть вот мы открутили болт здесь фиксатором резьбы сверху его немножко покоцало но он в принципе как бы на работу не влияет и когда у нас болт раскручен теперь вот эта часть может легко она конечно не сдвинется это очень сложно это только в тисках как ее разобрать для того чтобы разобрать ну может это не совсем правильно нужно давить либо на эту втулочку установи вот эту часть в тиски не в тиске ну прессом вот так зафиксировал и сюда давить либо вкрутить болт не до конца и надавить на болт ну так мы можем повредить резьбу хотят она здесь не настолько сильно зафиксировано что я пробовал резьба не повреждается просто как мне кажется если мы будем давить на втулку мы просто можем выдавить отсюда втулку ну давай сейчас попробуем ну вот я установил на пресс и вот этой части буду потихонечку нажимать на втулку смотрим да видите начала потихоньку выдвигаться поэтому либо опять во втулку в эту нужно чем-то тонким либо как я говорил принципе она уже пошло самая сильная часть сдвинулась поэтому сейчас она пойдет легко и отсюда ловим хотя не упадет из-за болта все сняли болт откручиваем обратно он даже вот с резьбой ничего не случилось потому что рукой легко откручивается и кольцо здесь снимется и так в данный момент произошел небольшой конфуз я разобрал частично дальше их увидел что камера не снимала поэтому собрал обратно и продолжаем так в данный момент можно извлечь вот эту шестерню путем вот такого постукивания киянкой все шестерня выпала со своего места видите здесь смазки нету потому что я ее уже вытер а потом увидел что камера не снимает здесь вообще очень много смазки шестерня поставляется вот в таком виде как есть то есть гайка уже закручена и вот это кольцо феррадо уже в нем установлена если будете покупать новое но его можно разобрать посмотреть почистить в данный момент смысла делать этого не нет потому что она как бы как от оригинальной затянуто в таком положении в котором необходимо как сказать в котором это сделал завод изготовитель далее откручиваем вот эту направляющую здесь она сидит на четырех винтах и выглядит вот так она является также прижимает вот этот подшипник на котором вращается шестерня теперь берем шестигранник или вот такую биту как у меня желательно длинную потому что удобнее будет подлезть под этот винт и откручиваем 1 винт 2 винт после этого можно извлечь ротор данный момент ротор извлекся легко потому как уже имеется скорее всего износ небольшой посадочного места обычно он извлекается с трудом поэтому иногда приходится подстучать кияночка на роторе мы можем съемником стопорных колец снять стопорное кольцо далее снимается шайба потом снимается с помощью съемника подшипник вот такая вот эти стопорные скрытия мы над и за подшипником есть еще одно кольцо и пластина которая крепит сам ротор корпусу и теперь на роторе остался еще один подшипник но я думаю здесь показывать не надо как вы менять отсюда можно извлечь вот этот подшипник и уже после этого можно отправлять деталь на мойку конечно это я сейчас головкой на 14 его немножко кияночкой выбил но желательно конечно нагреть он тогда выйдет намного легче сколько я переделал пил этот подшипник вообще по-моему менял пару раз всего в пилах то есть очень редко изнашивается обычно изнашивается вот этот передний задний на роторе а которые стоят вот на шестерню внизу и его направляющей они вечные все нижнюю часть редуктора мы разобрали не можно переходить основной части это вот этой да еще не показал вот здесь вот здесь есть резиночка ее можно снять когда будете мыть основная часть у нас которая изнашивается это вот это и она продается даже полностью сборе даже с патроном есть артикул но каждый раз менять полностью сборе эту запчасть выходит накладно поэтому дешевле будет ее ремонтировать вообще вообще то что мы до этого разобрали по сути можно и никогда не разбирать вообще то есть меняем щетки ну открыть почистить пыль внутри корпуса и все смазку всю можно по-хорошему оставлять если вам как бы пофиг на свой инструмент меняем подшипники там направляющий и все и пила у вас будет работать дальше добавили чуть-чуть смазочки это можно делать кстати если хотите чтобы у вас очень долго прослужил инструмент просто если прям каждый день используете раз в неделю в конце недели открыли смазки добавили закрыли открыли смазки добавили закрыли потом посмотрели посмотрели люфтик есть разобрали поменяли направляющие подшипники добавили смазки закрыли все таким образом у вас пила прослужит максимально долго теперь разбираем эту часть для начала снимем вот эти два стопорных кольца ну ну и второе кольца извлекли теперь можно вытаскивать вот эти части здесь есть две резиночки если они у вас порваны вот одна резиночка и снизу здесь вторая мани сделано для того чтобы смазка не выходила в принципе здесь их менять необязательно посмотрели состояние вот этой пластинки обычно здесь изнашиваются вот эти три зуба если зубья изношены поменяйте далее далее смотрим кнопку красную на кнопке красной изнашивается изнашивается вот эта пимпочка здесь она в идеальном состоянии оставляем оставляем пружину оставляем это часть обычно кажется что ее так расперла в принципе в данный момент она нормальная просто почистить бывает вот эти части прямо так как бы разъехались но если прям сильно и выпадает кнопка то поменяйте если не сильно то ничего страшного теперь нам нужно извлечь вот эту направляющую чтобы ее извлечь она в данный момент видите легко обычно она выходит с трудом хотя вот она видите просто двигается чуть-чуть а дальше не идет ее я обычно выбиваю берем что-нибудь чем можно ударить и извлекаем это втулка направляющая тоже имеет в этих местах бывает изнашивается данный момент она идеальная разобрали можем из верхнего корпуса извлечь внутренний корпус вот так при этом вот здесь снизу придерживайте есть две пружинки их не потеряйте они необходимы для режима подпила как раз вот режим подпила они прижимают весь этот внутренний корпус на внешнем корпусе здесь есть резинка сальник точнее прокладка если порванная то поменяйте в данный момент она целая ее оставлю корпус обычно вот здесь прилипает металлическая пластинка вот она она естественно вся покоцанная ее в мусор не важно что у вас здесь будет раздолбана чуть чуть больше чем обычно или чуть чуть меньше резинка порвана это все ерунда корпус этот оставляем на нем нет ни трещин ничего но мы конечно все это еще посмотрим после мойки но в данный момент оставляем все как есть теперь переходим к этой части откручиваем вот здесь 4 винта Вот так вот. Снимаем две направляющих пластины. Они разные. Обычно, если этот, как сказать, пользователь без головы, так сказать, и работает на износ инструмент до самого конца, пока он совсем там не сдыхает и не останавливается. Когда подшипники полностью рассыпаются, они протираются и начинают протирать корпус, и также они начинают протирать эти направляющие пластины. Часто встречается, что эти пластины просто пополам протерты. Ну, если они изношены, меняем эти пластины нормальные. Теперь достаем ползун. Приподнимаем. И сразу же наблюдаем, что задний направляющий подшипник скольжения, на нем есть шариковый подшипник, он рассыпался. Поэтому, ну, в любом случае, если вы меняете вот эти два подшипника, то есть разбираете, лезете, меняете сразу оба. Хоть он целый, хоть не целый. Если вы поменяете только, к примеру, передний, передний обычно больше изнашивается, чем задний. Но поменяете только передний, задний, скорее всего, в такое положение придет очень быстро. В состояние, точнее. А так как он рассыпался, а в нем были шарики, все эти шарики находятся вот здесь вот внутри. Поэтому мыть желательно, то есть, не желательно, а обязательно. Если вы просто оставите, все эти шарики потом будут попадать туда, куда не надо и причинять вред. Ползун. Смотрим состояние ползуна. Вообще ползун это расходка и по-хорошему, по-хорошему, его тоже нужно менять вместе с подшипниками. Но, если мы посмотрим, здесь задняя часть у них обычно не изнашивается вообще. Изнашивается передняя часть вот здесь. Ну, здесь мы видим, что он в очень хорошем состоянии. И изнашиваются вот эти вот места. Почему-то, вот я обратил внимание, всегда изнашивается одна сторона правая. То есть, когда нажимаешь, когда пилишь, нажимаешь на пилу, ее всегда клинит в одну сторону какую-то. И стирается именно больше всегда одна сторона. Этот ползун я оставлю. Он еще поработает. И, я думаю, не один раз. Не один ремонт. Может быть, два. А может быть и один. Если у вас прям сильный износ, вот видно, здесь такая ступенька, когда пальцем проводите. И я говорю вам сразу меняйте ползун, потому что оно кажется, что это трубка, и она будет стираться до бесконечности. На самом деле нет. Он пустотелый. Стенка здесь не такая уж и толстая. Он здесь тоже пустотелый. И он просто у вас сломается пополам. Теперь отсюда вытаскиваем направляющую ползуна. Вот мы видим, как как раз ползун, когда вот здесь катается, видите, вот он стер. Направляющую мы тоже меняем. Потом здесь остается две прокладки. Одна вот такая. По-моему, вот с этими прокладками проблемка, поэтому, скорее всего, мы ее оставим. И она даже в неплохом состоянии. Она типа поролоночки такой. Помою ее просто и все. И вот здесь типа сальника, сальник. Даже не типа, а есть сальник. Но этот мы поменяем. Он весь коцан. И смотрим, внимательно изучаем вот этот внутренний корпус. Внутренний корпус. Такие с ним бывают проблемы. Может просто треснуть пополам. Бывает такое. Смотреть нужно идеально. Потом вот эта вот здесь такая пимпочка торчит. В нее вот этот, видите, упирается. За счет того, что он туда бьется, это все разбивается. Бывает, стирается эта штучка. Здесь разбивается. Но в данный момент все нормально. И обязательно смотрим. Вот как раз это, по-моему, тот момент, когда вот эти втулки, они, кажется, бронзовые, изнашиваются. Ну, здесь они еще в отличном состоянии. Но бывает, они, короче, со временем изнашиваются. И вот эта втулка здесь просто начинает очень сильно гулять. Тогда приходится менять полностью весь корпус. И вот, что мы видим после мойки. Почему нужна обязательно мойка? Во-первых, мы вымыли все шарики, все опилки, всякий металл лишний, который может навредить. Отсюда удалили. И вот, о чем я говорил. Вот это получается коресом. Назовем его так. Когда его начинает кидать туда-сюда об стенки, смещение происходит. Это вот видно. Вот они, износы. Но в данный момент эти износы не критичны. И страшного ничего нет. Просто выравниваем, ставим кривошип ровно, как нужно. И все будет нормально. И второй момент. Помните, я говорил, что здесь бывают отверстия, выходит смазка. Или наоборот, в корпус внутрь заходит вся пыль, опилки через эти отверстия попадают смазку внутрь. И тоже причиняют вред. И что мы видим после мойки? Переворачиваем. Здесь был уже ремонт. И видите, холодной сваркой отверстия залеплены. То есть, дырки здесь уже были пробиты. Но, вот так залепили. И оно все работает. Смазка не выходит. И лишнее сюда не заходит. То есть, так можно делать, экономив большие средства. Потому что, эта запчасть стоит дорого. Ну, и в принципе, что еще я не сказал. Ну, по электрике внимательно. И смотрите на вот эти тонкие провода. Бывают стираются. Я это говорил в начале. Короче, основные моменты, которые бывают, поломки у этой пылы, я вам рассказал. Поэтому, видео на этом мы будем заканчивать. Потому что, оно и так уже длинное. И сборку, наверное, я не знаю, буду снимать, не буду. Но, точно не в этом ролике. Это будет, скорее всего, в другом. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok